Ну что ж, всем привет! Вероятно, будет слышно гудение моего ноутбука на фоне, но надеюсь, это не сильно помешает просмотру видео. Сразу скажу, что, ну, очевидно, я не профессионал в сфере ютуба, прочего, и поэтому мое видео может быть довольно посредственного качества, но я старалась и надеюсь, обзор на экранник будет довольно понятным и неплохим. Ну, как можно понять, это дорожка сверху звуковая, так что я могу что-то пропустить, что будет в видео. И, ну, кратко о рисунке говоря, это оригинальные персонажи Дашеньки, которых я визуализировала вместе с ней, и, ну, собственно, думаю, на этом можно закончить говорить о рисунке. Собственно, о чем видео? Это обзор на экранник, который я покупала, это Hayon GT 221 Pro, и почему я, собственно, решила его купить? Решила я его купить, потому что мой бамбу, честно, не помню название модели, он, короче, просто умер. Он умер у меня на руках, у него перестала работать добрая половина рабочей области, ну, и я такая села, подумала, почему бы не купить себе новый планшет? Ну, и решила искать новые варианты, посмотрела, подумала, что стоит искать среди экранников, потому что давно хотела, во-первых, попробовать, как это работает, а во-вторых, ну, я видела довольно неплохие дешевые экранники. И такая, о, почему бы и нет? Ну, и, собственно, браздя просторы интернета, ютуба и прочего, наткнулась на него, на алиэкспрессе. Ссылку оставлю в описании под видео. И там как раз была акция в то время, когда я его покупала. Вместо 70 тысяч он стоил 30, и я такая, очень надо, очень надо, я обязана его купить. Ну, и, в общем, заказала я его, и через три дня он мне пришел. У меня была веселая история с забиранием его из... Точнее, с забиранием его от курьера, потому что забрали его мои соседи, ибо я была на работе во время доставки. Ну, и, в общем, от соседей я его забрала, еле как эту огромную коробку приволокла. Я даже снимала анбоксинг в паблик. То есть, ну, ссылка на паблик тоже будет в описании, конечно же. Можно будет посмотреть. Я там была довольно уставшая, поэтому особой эмоции там не было. Ну, собственно, я была удивлена тем, насколько он реально огромный. То есть, ну, я смотрела его размеры, смотрела на него обзоры, все говорили, да, он довольно большой, но я не думала, что настолько большой. И, ну, у меня были проблемы с его установкой, в плане, куда мне его поставить, потому что у меня дома довольно мало места, и у меня довольно маленький рабочий столик. Поэтому, ну, на видео будет видно, как он у меня между двух стеллажей стоит, и, собственно, как я здесь пытаюсь втиснуться между этих двух стеллажей на своем огромном стуле. По поводу цены, на самом деле, я не стала бы брать его за 70 тысяч, на самом деле, я бы не стала его покупать за такие огромные деньги, но вот за 30 я очень удачно попала, я с радостью его взяла. И, ну, для меня это была, по факту, проба. Я никогда до этого не работала толком на экранниках, то есть, ну, может, потыкала пару раз и все. А здесь я конкретно начала работать, и когда я рисовала свой первый рисунок, SpeedPaint есть моего первого рисунка на экраннике тоже на YouTube-канале, в том числе и во втором паблике, тоже можно посмотреть, и было очень непривычно лайнить сначала. То есть, ну, лайнить было реально очень тяжело, потому что, вау, неожиданно так легко чувствуется нажим, все это так замечательно работает, и, ну, в самом деле, для меня экранник гораздо удобнее, чем просто обычный графический планшет, и, честно, я даже рада этой покупке. Но, опять же, единственный минус — габаритность. И для меня он очень большой, потому что просто у меня мало места. Но на самом деле это не так сильно замечается, когда ты находишь удобную позицию и начинаешь, собственно, работать. Подключение у него было довольно простое, то есть там ты скачиваешь драйвер с официального сайта, там буквально вбиваешь модель и просто скачиваешь, и все. Потом там скачивается отдельная программка с тем, чтобы откалибровать перо, прочее. И, кстати, у него есть небольшой минус. Изначально калибровка плохая, и перо немножко влево уезжает. После калибровки, в принципе, не замечала чего-то такого, но многие говорят, что курсор все еще смещен немножко влево. В любом случае, даже если и так, то ты не замечаешь этого при активной работе. Ну, по крайней мере, у меня не было никаких проблем с этим. Хотя периодически я его калибрую, потому что у меня разряжается перо, ибо я очень-очень много рисую. И, ну, второе перо периодически при подключении, оно сбивается, и вот приходится опять заодно калибровать. Ну, в любом случае, это не самое страшное. На чем я остановилась? А, собственно, да. Подключать его было довольно легко. Все провода лежат в коробках, везде все довольно понятно. То есть, ну, я даже не открывая инструкцию, довольно нативно смогла все это подрубить и включить, и так далее, и так подобное. Единственное, что неудобно, то что HDMI-провод довольно короткий, поэтому у меня ноутбук стоит буквально на этом проводе, от чего у меня ноутбук немножко подшатывается. Но, опять же, это не критично. Ну, опять же, виновное всему то, что у меня просто мало места. И, наверное, стоит побольше сказать про его использование. Вообще, в использовании он реально удобный. То есть, здесь есть вот 10 горячих клавиш. Ну, вообще их 20, но активные 10, потому что они зеркалятся. То есть, что ты с одной стороны настраиваешь, что они зеркалятся со второй, потому что эти кнопки только для того существуют, что если ты правша, то ты левой рукой нажимаешь на кнопки, если левша, то правой. Ну, вполне себе удобно, ничего не могу сказать. 20 горячих клавиш, мне кажется, это было бы чересчур много. Я вот использую 10 активно свои, и мне удобно. Я их для себя настроила, и для своей программы, в которой я рисую. И, ну, никаких проблем, опять же, не возникает. Между кнопками есть сенсорная панелечка, которая масштабирует, и чем я довольно часто пользуюсь во время рисования каких-то серьезных работ по типу комикса и так далее. То есть, ну, сейчас я рисую комиксы, и я постоянно их пользуюсь и масштабированием. То есть, ну, удобно, правда удобно. Сам планшет не сенсорный, вообще абсолютно от слова совсем. Я сначала думала тыкать его пальцем, он не сенсорный. И перчатка идет в комплекте. И нисколько для просто красоты, сколько, чтобы рука не прилипала. Потому что, когда ты рисуешь на таком большом планшете, у тебя волей-неволей потеет рука, и она начинает прилипать, и все твои линии такие, опа, мы будем кривые. Ну, и, в общем, как-то так. В использовании, на самом деле, начав рисовать на экраннике, я стала лайнить более уверенно, потому что я стала лучше чувствовать нажатие, лучше чувствовать линии, но также в какой-то степени стало сложнее, потому что чуть что дрожит рука, все равно все идет через жопу, но это уже мои проблемы, мой тремор. Как-то так. Собственно, не знаю, для меня он, правда, гораздо удобнее, чем обычный планшет, но кому как. Кто-то говорит, что рука затекает, но я нашла удобную позицию, при которой у меня не затекает рука, но проблема, опять же, уже моя, я очень сильно горблюсь. И я прям по факту чуть ли не лежу на этом самом экраннике, но, опять же, исключительно мои проблемы. Ну, проблем с затеканием руки у меня как не было, так и нет. Нашла удобную позицию для себя, и очень-очень комфортно, удобно рисовать. Перо довольно легкое, несмотря на то, что оно выглядит тяжело, оно реально довольно легкое, но у него быстро стачиваются грифели, и... Ну, наверное, опять же, зависит от того, насколько интенсивно вы рисуете. Потому что, например, у меня вот два пера, и я их меняю в зависимости от того, какое разряжено, какое заряжено, потому что второе у меня стабильно всегда лежит на заряжении, в порядке, если до этого оно разрядилось. И, ну, поэтому они у меня примерно одинаково стачиваются. Пока что я еще ни разу не меняла их, но они уж довольно сильно, по сравнению с новыми, закруглились, ступились и так далее. В общем, как-то так. И, ну, даже не знаю. Мне кажется, эта покупка стоила того, чтобы потратить на меня 30 тысяч. Я не могу сказать, что я бы потратила 70 тысяч на этот планшет. Вот правда, мне кажется, 70 тысяч он мне стоит. Но это чисто моя жмотская точка зрения, потому что я бедная как церковная мышь в какой-то степени. Ну, в любом случае, деньги на него я нашла. И, честно, очень рада, потому что он замечательный. Я уверена, что он прослужит мне еще довольно долго, потому что я стараюсь обращаться с ним крайне бережно. И по поводу цветопередачи, кстати, вспомнила неожиданно. Не знаю, у меня нет каких-то особых проблем с цветопередачей. Все рисунки довольно яркие, сами по себе. То есть, ну, не знаю, многие жалуются, что у него плохая цветопередача, но у меня на ноутбуке точно такая же. То есть, ну, поэтому не было изначально у меня никаких проблем с этим, никаких ни более тусклых частей, ничего такого не было. И, ну, работаю я на двух мониторах сразу, получается, на мониторе ноутбука и на самом экраннике. И на одном я рисую, а на втором просто смотрю уже на итоговую работу, когда сохраняю ее. То есть, просто сравниваю цвета и понимаю, что, опять же, все нормально. И, ну, по-перво, на самом деле, было реально очень страшно на нем работать, потому что я боялась его поцарапать, сломать, что-то с ним сделать не так. Но потом я начала с ним таскаться даже туда-сюда. То есть, я ездила с ним к подруге, стримила там. И, ну, на самом деле, довольно удобно в транспортировке, учитывая коробку, но тяжелый, но очень тяжелый. Это 7 килограмм, он в сумме весит вместе с ноутбуком у меня. И, ну, единственным минусом было то, что он реально тяжелый. Но транспортировать его в коробке, в которую он приходит, довольно удобно. Ну, даже не знаю, что добавить. Сколько я уже примерно записываю? О, ну, 10 минут я болтаю, почти полное видео. Ну, в общем, у меня впечатления от этого экранника только положительные, никаких плохих эмоций я не испытывала при работе с ним, ни при получении там не было никаких проблем, вообще ничего. То есть, ну, мне он полностью понравился, меня он полностью удовлетворяет. И, ну, 30 тысяч он, думаю, стоил. В самом деле, там два пера в комплекте, то есть, ну, никакой защитной пленки нет, там, конечно, ну, а гриф или вот эти идут дополнительные в огромном количестве, чехольчик для пера, вторая коробочка со вторым пером, и, ну, в общем, вот. Как-то так. Я закончила чуть раньше, чем закончится видео, поэтому думаю, что сейчас я с вами попрощаюсь, и оставшиеся пару минут вы будете, возможно, слушать музыку. Что ж, спасибо заранее всем за просмотр, вы можете подписаться на YouTube-канал, на паблики, на все остальные мои социальные сети, все ссылки будут в описании. Спасибо, что посмотрели. Я буду очень рада, если вы досмотрите до этого. В общем, да. Всем спасибо, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok